Ну, знаете, раньше это было тунеяство, странные другие вещи, сегодня другие. Я не понимаю, что это такое, что это подразумевает тунеяство. Если человек свободный художник, он занимается творчеством, если он там продюсирует, если он снимает, это же не тунеяство, он же творческий. А если он лежит, извините, за жару, не пузо чешет и пьет, конечно, он тунея не одется. Еще попадает в неприятную ситуацию, еще кого-то там, не дай бог, что-то такое в пьяном виде. Понимаете, то есть это нужно все расписывать, надо понимать. Назад дороги нет. Другое дело, что надо просто вычинить, может быть, огромное количество людей, которые действительно депрессивно существуют по разным причинам, и надо понять. Очень многих выкинули на улицу, обманув какие-то брокеры, шмрокеры, как они там называются. Пожилых выкидывают. То есть у нас за этой либеральной, за такой красивой картинкой, в которой мы 20 лет прожили, очень много судеб сломалось. Я вам расскажу один эпизод. Когда я, ну, так сказать, вот это были 90-е годы, я еще активно, так сказать, концертировала. Это было не приедешь, не приедешь, улетишь, билетина есть. В общем, короче, я летела из Дальнего Востока, из Владивостока. Мы приехали в аэропорт, там задержка, потому что керосин не подвезли, огромное количество народа. И первое, что я увидела, по стенке вот этого зала была выложена вторая стена из клетчатых вот этих сумок огромных, как они там называются, я уж не помню. Челноки, да, вот эти вот. И наверху, прям под крышей, лежал человек на этом, встерег. Видно, все пошли там попить, поесть чего-то. И когда он меня увидел, я так, видно, застыла от вообще недоумения. И вдруг он ко мне так туда съехал по этим сумкам. Очень ловко, кстати. И оказался вполне такой человек, ну, уже зрелый. И подошел, Роксана, здравствуйте. И в общем, я говорю, здравствуйте, что ты там делаешь? Он говорит, я стерегу. Они из Китая везли вот это вот барахло и продавали. Он профессор. Профессор НИИ закрытого. Закрытого, я сейчас просто не могу вспомнить. Их в одночасье всех вытряхнули, всю документацию вытащили. Кому-то это, в общем, сбагрили. И они остались на улице. И чтобы прокормить семью, вот она этим занимается. Он говорит, я закончил 2-2 института. Я закончила с отличием аспирантуры. У меня столько патентов, и я иду, вот трусы какие-то привожу. Понимаете? То есть, и вот это время породило очень много людей, которые потеряли жизнь, потеряли кровь, семью и перспективы в жизни. Самое страшное. Так что это, тунеядцы они или нет? Понимаете? Мы должны создать законы, которые были в работе, которые работали на человека. На самого маленького. Мы должны защищать их. И я в это верю, потому что персона президента мне очень импонирует. Вот. И я была в его, так сказать, как бы на московском уровне, в аппарате, который поддерживал, в группе поддержки. И очень его уважаю. И я думаю, что у нас это получится. Потому что нам надо восстанавливать то, что мы потеряли. И избавляться от того, что нажили. Непонятно, что. И заново переформатировать менталитет наш. Наш всех. Я уж не говорю там про молодых. Поэтому вот здесь очень тонкие вещи. Как в любом законе, мне это кажется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо. Спасибо.